Капитальные строения на плитах, закрывающих канал имени Октябрьской революции, выявлены в ходе рейда. Его провели профильные и надзорные ведомства. В районе Узбек-городка в Махачкале специалисты выявили целый ряд таких незаконных объектов, которым здесь не место. Любава Маслова поделится итогами рейда. На плитах, закрывающих канал Октябрьской революции, как грибы, растут строения. Зачастую капитальные. Вот предприниматель решил достроить к магазину санузел, а канализационная труба уходит в землю. Или в кор. Один из первочных вопросов – это демонтаж указанного строения. А если есть необходимость создания торговой точки, то пускай она будет как и положено. Сборная, разборная, легкая и в любом необходимом случае подлежащая или возможная демонтированная. Руководитель Дагмелевого отхоза, представители столичной мэрии, профильных ведомств, силовики провели рейд и проинспектировали состояние канала. Здесь хотят благоустроить территорию для отдыха местных жителей. И это важно сделать в рамках правового поля. Вам необходимо представить проект, используя этой территории. Уже мы факт обнаружили. Проект, как она будет использоваться, согласованный с мэрией и с нами. Мы это все на кем и силу выносим, обсуждаем. Если согласовывается, город не против. Для людей, на самом деле, создается место отдыха, досуг или какой-либо деятельности, которая идет в пользу. Если меры безопасно вставлены, я проблем, например, не вижу для себя. А на другой стороне дороги, прямо на плитах, расположился большой магазин. Строение вызвало ряд вопросов у инспекторов. Соответствует ли оно заявленному в документах? Соблюдены ли технические характеристики при строительстве? Безопасно ли в нем находиться? Даже если собственник, если даже у него были какие-то документы или какие-то договорные отношения, ну, создать здесь санитарную чистку для самого себя, в первую очередь, да, и те граждане сюда ходят, ну, я думаю, это просто даже моральное обязательство, если даже не прописано ни в договоре. И вот такая ситуация наблюдается здесь везде. Вот с этим мы хотим бороться. А дальше не пройти. Прямо на канале вырос забор. Для решения проблем канала Октябрьской революции создадут рабочую группу с участием представителей Дагмиреводхоза, правительства и общественников. Что касается функционирования моек, есть такие факты. Что касается попадания канализационных стоков, что касается санитарного состава некоторых объектов, которые функционируют, ну, здесь мы намерены стопроцентно исключить такое положение дел. Каждый объект, находящийся на Коре и вблизи него, проверят на наличие правоустанавливающих документов. Строение, не соответствующие нормам, демонтируют. Любовь Маслова, Ислам Давудов, Паризат Курбанова, Исуп Казямаров. Время новостей.